Но Украина оперативно наращивает собственное производство оружия. Быстро растущая оборонная промышленность и масштабные государственные инвестиции в сферу могут вызвать всплеск производства техники и боеприпасов, который, вероятно, поможет переломить ситуацию на поле боя, пишет агентство Associated Press. Детальнее о западной поддержке украинского оборонно-промышленного комплекса прямо сейчас в нашем эфире. Усилить технический парк Вооруженных сил Украины определенными образцами бронированной техники и организовать их ремонт. В Варшаве прошло первое заседание представителей стран-участниц Коалиции бронетехники в поддержку Украины. Такое объединение инициировали Польша и Германия. Их поддержали Великобритания, Швеция и Италия. В рамках коалиции создали четыре синдиката. Перед каждым из них стоят разные задачи. Поставка вооружений и боеприпасов для западной бронетехники, техническое обслуживание и ремонт, подготовка экипажей и технического персонала, а также отработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя. Целью Коалиции бронетехники является усиление бронированного счета Силы обороны Украины совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором. Это очень важная инициатива наших союзников, учитывая существующую проблематику УВСУ с ремонтом бронетехники иностранных образцов. Надеюсь, с помощью союзников нам удастся быстро, насколько это возможно, создать в Украине эффективную ремонтную базу западной бронетехники. Иван Гаврилюк, заместитель министра обороны Украины, руководитель украинской делегации в Коалиции бронетехники. Вместе с этим Польша решила удвоить свой вклад в инициативу Чехии. В феврале 2024 Прага обязалась найти за пределами ЕС и организовать закупку 800 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Их финансируют страны-партнеры. В конце марта министр иностранных дел Чехии заявил, что в рамках инициативы Киев потенциально может получить почти вдвое больше запланированного – полтора миллиона снарядов. «Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально было объявлено. Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что она знает, что будут свежие боеприпасы, и это изменило ее отношение к использованию имеющихся запасов». Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии, в комментарии агентству Bloomberg. В последние дни к инициативе присоединились Словения, Любляна конкретную сумму своего вклада не называет, и Исландия. Она предоставит около двух миллионов евро. Кроме того, Рейк Явик выделит около 500 тысяч евро на приобретение снаряжения для украинских военнослужащих – брони, формы, медикаментов и средств гигиены. «Крайне важно, чтобы мы продолжали мощную поддержку Украины. Таким образом, мы инвестируем в защиту не только населения Украины, но и международного правопорядка в более широком контексте и наших собственных интересов». Бьярни Бенедиксон, министр иностранных дел Исландии на сайте правительства Исландии. Европа работает над расширением производства боеприпасов. В рамках акта по поддержке производства боеприпасов, принятого Евросоюзом в 2023 году, немецкий оружейный концерн получит от Брюсселя 130 миллионов евро. Производить ракеты и снаряды калибра 155 миллиметров будут дочерние компании в Германии, Венгрии, Румынии и Испании. По меньшей мере, четыре завода немецкого концерна должны появиться и в Украине. «Совместное производство – это один из таких столпов нашей безопасности. И чем больше оно будет локализировано в Украине, чем больше оно будет, скажем так, под контролем нам, если говорить простым языком, тем будет лучше». Российская Федерация дальше будет совершать свои террористические нападки на Украину, обстрелывать ракетами, шахедами и так далее. Даже если наземный компонент будет в меньшей степени задействован. Поэтому мы должны развивать свою оборонную индустрию, кооперировать с нашими партнерами, получать от них технологии. За 2023 год предприятия украинской оборонной промышленности нарастили производство вдвое в денежном эквиваленте, заявил гендиректор Укроборонпрома Герман Сметанин. Если говорить о единицах разнообразного вооружения и военной техники, то их произвели более 600 тысяч, а это в тысячу раз больше, чем в 2022 году.